Здравствуйте, уважаемые зрители канала Бурят Монгол РХТ. Сегодня я с радостью приветствую нашего гостя во второй раз. Это предприниматель из Монголии, общественный деятель, блогер Игорь Демин. Здравствуйте, добрый вечер, Амар Мэн Дэй, Сайн Байну. Доброго вечера, рад вас слышать, Раджана. Блогер, наверное, вы там уже чересчур и общественный деятель, но предприниматель это да. Рад вас видеть. Кстати, хочу сказать людям, кто смотрит нас, записывайтесь на канал Раджаны, ставьте лайки, я думаю, будет интересно. Я точно регулярно смотрю эти передачи в ваш канал, интересно там встречи у вас проходят, это можно будет тоже сейчас обсудить. Но я хотел бы вернуться к нашему прошлому стриму. Пока мы вели стрим, люди скидали свои комментарии, но читать было неудобно, поэтому я предлагаю часто их обсудить. Ну не все, конечно, а вот там такие вот есть как бы значимые. Вот, например, я для себя выписал специально, сейчас я вот зачитаю. Вот товарищ ником Мех 889 пишет. Что вы прицепились именно к бурятам? Никаких зверх ни бурят не совершил, хотя участвовали в СВО. Большинство мобилизованы и их желания не спрашивали. А этому буряту Звонкина, которого водили по селу, претензий украинцев не было. И даже если он был в Украине второй раз, кроме того, что он взял сгущенку из холодильника для чужого украинского ребенка, опять препятствовать этому нечего. Вот я хотел эту тему обсудить. Я что хочу сделать, такую заметку. У нас с вами немножко разные видения по поводу бурятов и по поводу Звонкина того же. Это неудивительно, потому что для вас буряты это все-таки земляки, а для меня не оккупанты. Тут я как бы хотел бы четко объяснить свою позицию. Когда человек, допустим, пишет вот такую вот в обсуждении вот такую вот речь, я сразу что хочу сказать. Для украинцев неважно, как его мобилизовали, сам он пришел или как это там произошло, как он оказался в Украине. Важно, что он оказался в Украине. И он оказался с оружием в руках. Вот что страшно. И поэтому, если для многих бурятов это все-таки как бы там пострадавшее лицо, то для меня вот этот, это речь идет про офицеры, понимаете, да, о чем я говорю? То для меня это все-таки убийца, это негодяй, который пришел убивать именно моих земляков. Причем пришел убивать второй раз. И чисто за день. А то, что он взял сгущенку в холодильнике, якобы для тяжелого украинского ребенка, это просто говорит о том, что он обычный мародер. С одной стороны, согласна, да, с вами, что человек, который во второй раз идет на войну, у него что-то не то с мозгами, то есть с сердцем. Потому что война — это всегда страшно. Когда человек идет туда добровольно убивать людей, значит, у него произошло что-то в душе тяжелое, что позволило переступить через этот закон, не убить. Потому что я не знаю, конечно же, из первых рук. У меня, слава богу, такого опыта нет. И я бы не хотела, конечно же, этот опыт получить. Жизнь при войне, именно на фронте и прифронтовая территория, да, то есть я всегда о войне знала только опосредованно. Но из того, что я могла прочитать, увидеть, я знаю, что война — это ненормально, что война — это в любом случае зло. И когда человек идет на войну, берет оружие, не имеет значения, с какой целью, то есть что он себе говорит при этом, да, какие у него могут быть оправдания, то, что он там за пацанов мстить идет, что он там, он подвержен этой пропаганде, он всему этому верит и так далее, в любом случае это неправильно. Вот даже те люди, которые, например, своим убеждением являются пацифистами и не идут на войну, например, те же свидетели и еговы, хотя, так сказать, в обыденной жизни я не очень хорошо к ним отношусь, но вот именно за эту позицию я их уважаю. Они достойны уважения, они последовательно говорят «нет» этому, они отказываются убивать. И многие наши буряты, называющие себя буддистами, да, они забывают этот закон, закон Ахимсы, ненасилия, то, что нельзя убивать живых существ, не только людей, а вообще стараться избегать этого. Они забывают это и при этом как-то у них не остается, то есть у них не возникает вот этого когнитивного диссонанса, потому что как же так, я буддист, почему я иду на войну, почему я иду убивать людей. Я с этой стороны, я понимаю, да, и я и в первый раз также говорила, что я абсолютно не оправдываю этих людей. Но с другой стороны, я вижу вот это вот очень неровное отношение к бурятам со стороны некоторых украинских блогеров, блогеров, украинских журналистов. То, что они делают, вот развивая эту волну, гоняя эту волну, этот хайп раздувая, вот это вот непростительно, потому что у журналистов есть долг перед своей аудиторией. Когда журналист забывает об этом долге, когда он занимается вот этим хайпом, позволяет своим низменным инстинктам взять вверх, он придаёт этот долг и придаёт свою профессию. Я уже называла в прошлом эфире эти имена, я могу снова их назвать. Это и тот же Золкин, и Карпенко, которые даже и журналистами не являются. И в последний раз они, даже Карпенко вызвал справедливый гнев со стороны чеченской общественности, потому что вот в одном из интервью недавно он сумел помирить и чекирийцев, и кадыровцев. То есть он объединил их вот в этом гневе. То есть он спрашивал, да, когда чеченцы начнут что-то делать, чего вы ждёте. Ну, то есть я не буду повторять, потому что там шли маты, тоже непростительно для журналиста или человека, который себя называет журналистом. Вот в то время, как в Украине сражаются батальоны, этот человек позволяет себе вот такие высказания. Ну, то есть они сражаются за Украину. То, что, например, он, эти два деятеля, как они себя вели во время этих интервью, это другой вопрос, да, то есть с теми же бурятами. Вот этот случай, когда он водил этого Старлея по пути Лук, Карпенко, по-моему, это был, да, он, видимо, надеялся, что жители начнут обвинять его, что он, наконец-то, услышит во всех этих злочинях из первых уст. Но этого не произошло, потому что жители, они не могли припомнить, они не могли припомнить ничего такого страшного. Они говорили, ну, этот вроде, то есть это другие брали, другие так что-то там делали, да, что-то разрушали или брали что-то чужое. Этот только воду, по-моему, брал, вот что-то в этом роде было. А вот лично вот против этого бурята они не могли ничего сказать. То есть они говорили то, что было, то, что видели. А тем не менее вот это вот отношение именно вот к бурятам, именно вот такое, что тот же Золкин говорит, что я не могу на тебя... Когда он какого-то молодого бурята интервьюировал два года назад, он говорил, я даже смотреть на тебя не могу. Ну, это как в фильме «Мино», да, у меня такую же личную неприязнь я к тебе испытываю, что даже кучить не могу. Опять же, я понимаю, что да, мы в составе армии завоевателей, агрессоров, мы захватчики, и, конечно же, наше место не там. Но вот такое ощущение возникает, что как будто бы эти журналисты, они хотят, чтобы вот образ этого кровожадного бурята затмил, образ светлого славянского воина русского, который пришёл в Украину, чтобы раздавать детям конфеты. Потому что вот такое возникает, что у них какое-то, видимо, спецзадание, возможно, своих кураторов кремлёвских, чтобы они вот этот вот образ раздували кровавого бурята, жестокого, звероподобного, который все эти преступления творил. А русский солдат, он ни при чём. Русский солдат – это Алёша, который на горе стоит, и которому девушки цветы приносят. Роджана, вы считаете, что у Карпенко, у Золкина есть какие-то московские кураторы? Не исключено. Смотрите, стрим или, как это сказать, там, с коммента, да, с коммента, вот с этого коммента, смотрите, в чём ситуация. Вот вся проблема России, всей России, в том, что это единственная страна, которая героизирует свои преступления. И поэтому все вот эти вот их беды, они начинаются именно оттуда. Если взять такое недавнее время, Советский Союз в то время, он напал на войска. Все люди, которые шли в Афганистан туда, это были срочники, как правило. Я не беру в них офицеров, их тоже отправляли, как бы, без их желания. Но это были срочники. И сейчас вот этих людей делают герои. На самом деле это были обычные убийцы и оккупанты. То, что они попали на войну не по своей вине, это понятно. Это как бы, они не преступники в этом смысле. То есть они недобровольно пошли на эту войну. Но по факту они оккупанты. Оккупанты и убийцы. Из-за них погибло больше миллиона августов. А сейчас Россия делает из них героев. Так же она герой делает из них героев, кто воевал в Чечне. Афганцы там какие-то. Те, кто воевал в Чечне, это герои. Те, кто воевал в Приднестровье, это герои. Соответственно, те, кто сейчас убивает в Украине, это тоже герои. То есть она героизирует своих людей. И за счет этого у них все эти проблемы и есть. Если бы они вот как Германия в свое время, когда немцам показывали вот эти все преступления, которые они сотворили. Им показывали освенком, им показывали майданок, им показывали печи. Люди осознали, постепенно покаяли своих преступлений и стали развиваться дальше. В России этого нет. Они эти свои преступления героизируют. Вы боретесь за независимость. Дай Бог, чтобы вы добились успехов, чтобы ваша страна стала независимой. Но пока вы не пройдете вот эту вот стадию осознавания, что вы виноваты, конкретно вот ваш народ виноват, толку не будет. У вас будут вот этих людей, которые шлют, тот же лейтенант, который. Его нельзя жалеть. Вот вы его где-то жалеете, потому что это ваш земляк. А для меня он обычный убийца. Убийца и мародер. И тот же Карпенко и Золкин, он тоже это и показывает. У меня есть, вот я сейчас начал выставлять специально стримы на своем канале. Кстати, подписывайтесь на канал, смотрите, там это будет интересно. Подписывайтесь на канал, мы должны будем поставить в описании ссылку на вашу работу. Вокруг Монголии не только называется. И вот у меня там специально я сейчас ставлю стримы, когда наши украинские люди разговаривают с людьми вашей национальности. Я не только имею в виду бурятов. Там есть, по-моему, с якутами еще. Там очень показательные стримы. Есть такие, когда люди, понятно, говорят, да, это война, это преступление. А есть, где люди не раскаиваются, наоборот, хвастаются. Вот что страшно. Так и с этим лейтенантом, так и с остальным. И вот Золкин и Карпенко, они это показывают. Они же делают стримы не для бурятов, не для русских. Они делают для нас, для украинцев. И у них очень много стримов, гораздо больше, чем с бурятами, это с русскими. И когда они показывают, какая мразь из этого русского населения с нами воюет, там за голову хватаешь. Как относятся эти матери, как относятся родители вот этих вот убийц. Это страшно. Вот в чем задача Карпенко и того же Золкина. И так же с этим лейтенантом. Дело в том, вот даже вспомните, вот этот танкист, который в 14-м году, значит, обгорел в танке, его там или в 15-м году, его там вытащили, где-то то ли новое время, то ли новая газета, кто-то там, вот оппозиция, так называемая, российская, давал интервью, точнее, у него брал интервью у семьи. И семья им гордится. Вот это страшно. И вот если вы... Можно гордиться своими погибшими или там ранеными, действительно, как вот этот Доршик. Потому что им нужно верить в то, что, например, если особенно погиб сын, там, я не знаю, или муж, то он не зря погиб, да, что он как бы вот выполнял свой благородный долг. Да, отдал долг родине. А какой же он благородный? Это психологическая защита. Но, естественно, я согласна, что эти все защиты, они должны слететь. Иначе действительно мы будем наступать на те же грабли. И я в этом согласна с вами на сто процентов. Вот я почему и говорю. Вот смотрите, та же Вьюшкова, при всем уважении к этой женщине, она вот тоже, она очень сильно эту тему развивала, что вот там украинцы показывают, бурятов там, да, такие плохие украинцы. И вот у нее было интервью с Зуевой, по-моему, с Зуевой, да, интервью, где Зуева там договорилась еще до того, что вот украинцы, у них, значит, элементы расизма в этом смысле. А это не расизм, это, понимаете, война, она поляризует. Либо плюс, либо минус. Никаких переходов нет. Либо ты оккупант и убийца, либо ты, значит, как бы за Украиной. И вот в этом смысле очень много, я считаю, делает Доржо Дугаров, да, вот он, это Лига Свободных Наций, по-моему, да, эта организация называется. Наша организация входит в Лигу Свободных Наций. И вот он специально едет в Украину, он встречается с этими военнопленными. И вот я смотрел его интервью с военнопленными, и да, там все правильно, все хорошо он говорит, но удивляют эти комменты, когда ему предъявляют такие обвинения. Вот ты балабол, если не балабол, значит, давай ты забери какой-то бурят оттуда, ну это что за глупость? Люди в Бурятии не понимают, что происходит. Вот что страшно. И если вы с этим багажом пойдете строить себе независимость, ничего не получится. Ваши люди должны четко понять, что это убийство. У вас молодежь здоровая в целом. Я смотрел, когда вот они давали по поводу вот этой Бумбошкиной комменты, когда она там поехала, там расписывалась на этих ракетах, молодежь там, ну-ка, предъявляла претензии, чего ты пиаришь на войне и все такое. Вот эту тему надо продвигать. А если будет продвигаться тема, считать, вот какой людоед сильнее, страшнее, тот русский людоед, который там тысяча человек убил, или бурятский людоед, который убил сто человек. Это несравнимая вещь. Что тот людоед, что тот людоед. Любой бурят, который пришел с оружием в руках в Украину, это уже убийца. Он уже преступник. А люди в Бурятии, которые это дело поддерживают и говорят, наших мальчиков надо там, как бы, они молодцы, их надо пожалеть. Это соучастники преступления. Это надо принять. К сожалению, это вот так. Пока люди это не поймут, не будет никакого движения. Опять же, вот вернемся к лике свободных наций. Они сейчас в ООН активно продвигают эту позицию. И там же, туда же входят и чеченцы. И вот чеченцы гораздо больше представлены в Украине, как купанты. То есть там эти кадыровцы. Но есть и батальон чеченский, который сражается на стороне Украины. Такой же батальон, батальон Сибири. Он тоже там, не знаю, развалился, он сражается. Но факт, что он был. Так вот, сейчас Украина поддерживает независимость Чечни там в ООН. То есть она официально заявила, что мы поддержим связь с правительством в изгнании и так далее. Хотя чеченцы, те же кадыров, я их четко различаю, они сделали гораздо больше преступлений, чем ваши буряты, чем не меньше русских поработали, так сказать. Но Украина их поддерживает. А бурят, к сожалению, не слышно положительно. Слышно вот таких вот как Бумбошкина, вот как Толухонов. А недавно меня вообще, ну, не знаю, не сказал бы, чтобы поразило сильно. Вы, наверное, смотрели интервью вот с Вьюшковой, когда она рассказывала, что ее вот дядя родной сейчас пошел воевать туда вот в Украину. Не смотрели это? Собираюсь это сделать, я пока не видела. Ну, я скажу для зрителей в двух словах. Это я не говорю, чтобы там обидеть там Вьюшкову, нет. Это не ее вина абсолютно. Просто обидно, что у такой адекватной женщины вот такой чокнутый дядя. То есть, короче, это дядя, ему 60 лет. Вроде должен все понимать. Да, у него бизнес. Печитал я его интервью. Так вот, такие люди вообще страшны. Понимаете, вот хоть доброволец, хоть мобилизованный, хоть вот такой как-то дядя, это все военные преступники. Но все перенеблены у всех раз. У того же мобилизованного она, допустим, там поменьше. У добровольца она повыше. А вот таких как этот дядя, у них, ну, уже, наверное, по высшему разряду. То есть, он не то, что сам пошел, он еще агитировать туда идти убивать кого-то. Вот что страшно. И ваш народ должен четко это осознавать и открещиваться от этих вот людей, которые пошли убивать. Их нельзя жалеть. Того же лейтенанта, который второй раз пришел убивать украинцев, его жалеть нельзя. Украинцы, вот посмотрите этот репортаж, какими глазами на него смотрят украины. Да, они ему ничего не говорят, но что вы хотите, чтобы они его палками били. Никакого не будет. Но к нему относятся как к убийцу, как к оккупанту. Вот это самая большая ваша проблема вообще. Наша проблема, самая большая наша проблема, это то, что мы находимся в составе России. И этот русский мир наползает на нас. Он наползает в том числе не только в буквальном смысле, но и ментально. Есть такая поговорка, да, с волками жить, по волчьям быть. И еще есть поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Ну, наверное, вторая более подходит. Да, вторая более подходит, потому что, к сожалению, то, что героизация преступников и то, что Россия никогда не способна была признать свою вину, свои преступления, это все как бы, ну, то есть рыба гниет, опять же я, рыба гниет с головы, да. То есть в России всегда история была непредсказуемая. Даже вот если взять эпизод с расстрелом польских военнопленных в Катыни, он очень четко показывает, насколько непредсказуемая история в России. Потому что когда впервые, в общем-то, на это преступление наткнулись нацисты, которые оккупировали эту область, Катынь, и они увидели, что есть какие-то свежие захоронения массовые. И они начали это выкапывать и обнаружили вот трупы этих, останки польских военнопленных. Тогда же они начали действительно об этом говорить, что да, это советские, являли польских военнопленных. Но затем Советский Союз, естественно, стал открещиваться от этого. Так как Германия проиграла войну, то это преступление Советский Союз навесил на немцев. Хотя они только раскопали это захоронение. И только с началом перестройки, когда стали открываться архивы, когда стали говорить о преступлениях сталинизма, то тогда на этой волне гласности Россия все-таки признала это преступление. Да, они говорили, что это сталинский режим виноват. Это, как сейчас, например, говорят, война одного Путина. Недавно освобожденный политзаключенный Карамурза, он так и заявил, что это война одного Путина, и нужно снять санкции с простых граждан. Ну, то есть это та же самая логика. Та же самая логика идет, когда они не способны просто сказать, покаяться, да, это наша вина, моя кульпа, и пройти вот этот вот путь покаяния. На короткое время Россия признала вину, признала Катынь. Но затем снова началось, что на самом деле то, что Россия, Советский Союз напал на Польшу, так это Польша сама вызвала это. Польша сама пыталась напасть на Советский Союз, то есть она там вступала в какие-то... Там начали говорить, что они там, значит, были у них сговор с немцами, да, то есть они хотели там разделить разные области, то есть напасть, поэтому Советский Союз должен был превентивно ввести свои войска. И таким образом опять забыли про Катынь, опять, в общем, это уже не обсуждается. Дана, извините, я вас перебью. Да, да. Кстати, они не забыли про Катынь. Значит, тема Катыни, вот как интересна была. Не то, что интересно, это не то слово к этому преступлению. Но когда немцы раскопали вот это, значит, захоронение, показали, что вот люди убиты, люди расстреляны, показали, значит, все эти преступления на КВД, они вызвали независимых экспертов с нейтральных стран, те сделали свои там, ну, все эти, сняли показания, все это посмотрели, все это определили четко, что это убийство со стороны НКВД. Советский Союз на Нюрнбергском процессе пытался все это, как всегда, свалить на Германию, но не получилось. Нюрнбергский процесс не посчитал это преступлением Германии, то есть уже тогда знали, что там все было пишито белыми лицами. На Германию это не повесить. А на Советский Союз это была пропаганда. То есть весь мир-то знал правду, а мы в Советском Союзе об этом не знали, потому что это все равно вешали на, вот именно для внутреннего употребления пропаганда вещала, что это преступление нацизма. Да, совершенно верно. И вот смотрите, после 91-го года, когда Союз развалился, значит, был какой-то период, когда Россия хотела войти туда, в Евросоюз, и туда они как бы стивилизацию пытались наливать. И вот тогда они признали вот это преступление, они поставили памятник в Катыни, ездил президент туда, в Польше, плохо кончилась поездка, знаете, разбились с ним на самолете. А сейчас они опять, пошла эта волна, опять крик, это были, значит, не мы, это были немцы. История повторяется. И Путин уже договорился до того, что он стал говорить, что это Польша спровоцировала нападение на себя Германии. То есть Россия, она скатывается вот в эти преступления. А вот что касается... А это самое происходит сейчас. Совершенно верно. А что касается вот этих вот всех, которые вернулись, которые обменяли эту оппозицию, да, это как бы положительный эффект, то, что людей вырвали из этих застенков, но он же их поменял на кого? На убийцу там этого Красикова, на какие-то шпиона, там Путин там с ними обнимался, там целовался прямо там в засос. Он же сейчас нахватает еще там кучу этих диссидентов и будет менять на этих своих убийц. А они приехали, да. Россия, она, ну, как бы, она не лечится в этом смысле. Он же тоже. Карамурза первым делом заявил, что есть хорошие русские, есть плохие русские. Русские не виноваты. Давайте санкции с простого народа снимать. Давайте санкции только против олигархов и против путинской команды будем вводить. Как это понять? Их нельзя разделять. Русский народ, он виноват в этой войне. Так же, как виноват и Путин. Вот я почему и заговорил о Бурятах. Ваши люди, к сожалению, тоже в этом виноваты. Им надо сейчас не считать, кто там больше людоед, русский или Бурят, а как-то договариваться с Украиной, извиняться, не знаю, что делать, чтобы Украина тоже вас поддерживала на международной арене. Я буду специально выставлять вот эти вот стримы, где с положительными Бурятами говорят. Положительные и отрицательные. То есть у вас много нормальных людей, но их должно быть еще больше. И вот этих вот людей, которые шли убивать всю Крыму, их нельзя никак оправдывать. Никак. Это убийцы. Пусть вольны, невольны, но это преступник. Вот это надо четко знать. Потому что когда вы будете бороться за независимость, у вас будет несколько таких крупных врагов. Это, во-первых, ну, Кремль, естественно, понятно. У вас будут враги, это какая-то там ФСБ, там эти силовые структуры. И у вас будут манкурты ваши, которые сейчас поддерживают Россию, которые кричат там о наших героях, мы готовы воевать, это будут тоже ваши враги. И вам придется труднее гораздо, чем Украина. У нас-то все-таки было независимое государство. А вы нет. Вы пока в составе России. Вам будет гораздо труднее, чем нам. Поэтому вам надо подбирать друзей. Вот ваши, естественно, союзники, это, допустим, люди в Якутии, люди в Тыве. Ну, весь ваш монгольский народ, который против режима Путина. Да, поэтому мы объединяемся сейчас. Мы объединяемся, вот вы заметили, Лига Свободных Наций. То есть мы хотим бороться все вместе, чтобы поодиночке нас не смогли уничтожить, пока они это сделали в 90-е годы с Чечнью. И вот вам надо искать союзник. Украина – это ваш естественный союзник. Но у Украины сейчас очень много своих проблем, и, честно говоря, не до вас. И вот эти, когда идет пор, какой людоед там более людоедский, а когда еще делают такие заявления, что у украинца там элементы расизма, подсоршили с Бурятом, это на пользу дела не идет. Ну, я думаю, что все-таки на пользу дела не идет, но в любом случае, я думаю, что украинцам тоже нужно обратить внимание на это. Это ведь вам тоже вредит. Ну, для нас... Вот этот хайп на Бурятах, он вредит тоже Украине. Смотрите, почему пошел хайп? Я точно уверен, что вот это... Кремль специально он вас подставлял вот этим делом. Он везде показывал, вот смотрите, какие Буряты негодяи, вот эти некровопийцы, вот смотрите, это делал Кремль специально. Нельзя идти у него на поводу. Вам надо как-то больше контактов с Украиной наложить. Ну, мы стараемся, вот в том числе сейчас, во время этого разговора, мы занимаемся этим установлением мостов. Да, вот это надо, это очень важно. Ну, давайте я еще хотел, вот как раз по-нашему, когда мы стали говорить о том, как кто там кого любит, не любит, вот я хотел зачитать еще один коммент. Так, вот пишет какой-то Дейджи Хи, ну, не суть, важно, кто пишет, текст такой, вот он спрашивает, это Бумбошкина бомбила театры родом в Мариуполе? Это Буряты наводили ракеты на украинские города? Нет, это делали этнические украинцы. Этот пленный Бурят-офицер пытал украинцев в Херсоне Ягодном, почему Зонкин называл Бурят самыми жестокими, демонстрируя пленного Бурята. Нет, известно, что это были этнические украинцы. Этот Игорь, ну, это я, говорит, что жители села с ненавистью смотрели на пленного Бурята. Они хоть как-то подтвердили слова Зонкина об особой жестокости Бурят? Нет, это Игорь говорит, что и уверен в зверствах Бурят. Где доказательства? Я что хочу сказать по этому поводу? Человек уже как бы пытается оправдать. Мы, вот он пишет, что многоэтнические украинцы воюют на стороне России. Да, это так, потому что мы долго как бы жили бок о бок. И вот та же Матвиенко, которая первая подписала разрешение ввести войска России в Украину, она же тоже этническая украинка. Там много таких, там семьи рушатся у нас. Но для нас, допустим, та же Матвиенко, она уже давно не украинка. Для нас украинка, скорее, это вот житель Бурятии, этническая Бурятка, вот Морозов, Ариуна, по-моему, или Ариуна, которая в Харькове. Это знаете эту историю? Да, да. Я скажу для... Да, вот эта женщина, которая пострадала в Харькове, она волонтер. Для нас она украинка, а не Матвиенко. Нельзя делить вот это по этническому принципу. Вот это у вас тоже будет проблема. У вас очень много русских. Если они вас не поддержат в вашей борьбе, это тоже будет проблема. А Кремль будет стараться их от вас отделить. И люди, которые кричат, значит, по этническому принципу, делят людей. Это будут тоже ваши враги. Ваши освободительные борьбы, я имею в виду. Украинцы ведь, они не знают, кто стрелял там, кто кидал бомбы на Мариуполь, кто считал, рассчитывал на эти курсы ракет. Не знают, кто там наводил ракеты на Мариуполь. Это мог быть и этнический украинец. Это мог быть и этнический бурят, и тувинец, кто угодно, и русский. То есть мы не знаем. Я к чему веду. Для украинцев, любой человек, который пришел с оружием в руках на нашу землю, это преступник. Все, тут однозначно. Это даже бесспорно. И Украина постарается его уничтожить. Пусть это будет хоть там русский Ванька какой-нибудь. Пусть это будет какой-нибудь Батор с Бурятии или какой-то Рамзан с Чечни. Мы не делим. Война, к сожалению, она вот поляризуется. Как я говорю, либо плюс, либо минус. Либо ты преступник, либо ты, значит, как бы герой молодец. И вот вам надо будет, придется перевоспитывать ваших людей, чтобы они понимали. Они сейчас соучастники преступления. Все, кто там находится, все соучастники преступления. Степень вины у всех разная, конечно, это понятно. Но такое и есть, к сожалению. Вы должны... Да, и даже те, кто даже не там, даже те, кто не там, а те, кто в Бурятии, но, тем не менее, они поддерживают войну. Я про них и говорю. Они тоже, да, тоже в семье нагады. Я про них и говорю. Вам придется пройти тот же путь, который прошла Германия. Если вы его не пройдете, у вас толку не будет. А Россия, она вас просто уничтожит. Сначала она вот вас сейчас убивает физически, потом она вас ассимилирует. И все вот эти вот новые русские, хорошие русские, как их там называют, это ваши враги. Это не ваши друзья. Вот если мы даже вспомним историю, Россия любит же разваливаться. За сто лет она развалилась дважды. Когда они развалились в 17-м году, были те же процессы. Образовалась УНР, та же Украина. Образовалась Грузия, образовалась Азербайджан. Отдельные страны. Россия встала на ноги, и она пошла опять, значит, захватывать себе эти земли. А вот это их белое движение, вот почему в Украине все это так вот сошлось. Белое движение, это Кубань, это же была раньше украинская земля, они же перли оттуда, значит, на Москву. И они орали через Украину. А уже была УНР, которая кричала «Мы независимы». А те кричали «Мы занеделимую единую Россию». Поэтому они по зубам получали как от коммунистов, от большевиков с России, так и от украинских националистов. И в итоге они не сохранили ни единую Россию, никакую, они потеряли все. Сейчас мы видим то же самое от этой оппозиции, так называемой. Они тоже кричат там «Новая Россия», «Россия будущего без Путина», «Прекрасная Россия без Путина». Это будет то же самое. Они побудут немного, и это будет Путин номер два. Мы не знаем, что будет. Приди-ка Карамурзада, допустим, к власти. Что он будет говорить? Мы же не знаем. Скорее всего, при этом. Может быть, например, обычно как бывает? Обычно бывает какой-то реформатор, как Горбачёв, например. Потом его устраняют. Потом бывает, что… И в конце концов всё равно приходит к власти ястреб. Потому что Россия не может существовать в режиме, в либеральном режиме. Потому что Горбачёв, он в любом случае не удержался у власти. То есть страна развалилась при Горбачёве. Советский Союз развалился, и он оказался президент без страны. И чтобы удержать хотя бы Российскую Федерацию, так называемую, вместе, либеральная власть, она бы не смогла удержать. Поэтому приход Путина, он был логичным. Это логическое завершение этого цикла. То есть эта страна либо разваливается, либо она существует в режиме диктатуры. Иного не дано. Я думаю, она не то, что развалится, она просто как бы трансформируется. А потом возвращается к своему обычному состоянию, только в ещё более худшем состоянии. Вот это вся вот их проблема. Я почему говорю про героизацию преступлений, в том, что они не каятся в преступлениях. Вот сейчас у них опять начинается культ Сталина. Это Сталин, который их убивал, который там террор там ввёл в ту Россию, убил лучших людей. Они его сейчас опять кричат, вот Сталин молодец, герои все. Он же тоже потихонечку начинал Сталин. А потом была так называемая оттепель, как они называют, хрущёвская. И они якобы стали реабилитировать пострадавших. Так они же реабилитировали и простой народ, причём в последнюю очередь, кто там сидел в вулагах. И они же реабилитировали их же палачей. То есть Сталин, когда у Сталина был в НКВД Ягода, он там перехватал кучу народа. Потом приходит, значит, Сталин убирает этого Ягоду, ставит Ежова. Ежов начинает этих Ягодов, Ягода, как это назвать, начинает их в тюрьму затягивать. А потом реабилитировали и простых людей, и тех же палачей Ягоды. А пришёл Берия, он начал уже этих соратников Ежова дожать. И их тоже реабилитировали потом. То есть они с нормальными людьми реабилитировали палачей. А сейчас они вообще вот этот мемориал, они закрывают, это вот у них, значит, тоже инагент. Всё закрыто. Давайте Сталина опять поднимать на щит. Ну, а Путин же КГБшник, что от него не хотят? Рано или поздно Путин сдохнет. Но придёт такой же. Либо таким же станет. Карпачёв, он же не хотел развалить Советский Союз. Он даже там союзный договор какой-то там придумывал, там что-то такое там у него было. Но просто он сцепился с Ельциным, и только благодаря этому весь Союз развалил. Мы не знаем, что было. Горбачёв, у него тоже руки в крови, по локоть. Да, конечно. Это ж, помните, рижский ОМОН, который убивал в странах Балтии людей. Туда вот он ломал. Разгон демонстрации в Тбилиси. Да, в Тбилиси. Сапёрными лопатками лупили там людей. Когда пришёл Ельци, же процессы и начались. Началось в Приднестровье, началась Абхазия в Грузии. Они не меняются и не поменяются никогда. Пока они не пройдут вот это вот понимание, покаяние, люстрации, у них ничего не поменяется. Их спасение только развалится. И ваше спасение. Да, то есть вот когда страна развалится, это огромная империя. Вот у империи это вектор развития такой, она должна расширяться. Самое главное — это экспансия во всех смыслах. Но у России сейчас нет ресурса на это. Слава Богу, этот ресурс уже исчерпан. Поэтому вот как только Россия перестанет существовать в этом режиме империи, как только вот начнут возникать независимые государства, и я даже не говорю только о республиках национальных, я говорю и о регионах, только вот у этих небольших по размеру государств есть шанс на нормальное развитие. Потому что у них уже как бы априори не будет этого имперского импульса, у них не будет этой сверхзадачи. Они должны будут концентрироваться на то, чтобы строить нормальную жизнь для своих граждан. Ну как и любая нормальная страна, у них не будет уже сверхидей. И я думаю, что вот в этом только и есть лекарства для на всей этой территории Северной Евразии. Да, совершенно верно. Только видите, насчет ресурсов я немножко не согласен. Их самый большой ресурс – это необычайно большое количество идиотов. У них идиотов, которые готовы по приказу Кремля кинуться кого-то убивать, это, по-моему, не исключаем. И они новых готовы. Вы посмотрите, что в школах творится. Вот тоже они пытаются сделать и из вас, из бурятов, из туинцев. Почему они так вот взъелись? Вот у них была одна из самых больших претензий к Украине, что Украина якобы запрещает русский язык. Вот это у них во главе угла. Вот их не язык. Поэтому они стараются уничтожить язык, самосознание народа, культуру народа. И, к сожалению, вот ваша сейчас власть, в Бурятии преступную тоже, Цеденовы и все, они на это дело идут. Если уже сделали факультативными занятиями изучение языка, то этот язык скоро забудут. Вот это страшно. Вот они к этому и стремятся. А вот взять вот так вот... Ну, именно поэтому у нас, да, наш выход единственный, чтобы наш язык не исчез, чтобы народ не исчез. Это отделение. Ну, вот независимость. Единственный вот ваш путь. Надо добиваться независимости. А вот тут вот очень большой, вот тут уже вам надо работать с людьми. Потому что, когда вот читаешь вот эти все... Ну, вот смотри, вот у них передача есть, АТВ, да, студия, АТВ, по-моему, как называется. Или еще там какие-то каналы. Они же там прямо расхваливают, СВО, как они называют, хвалят этих людей, которые идут убивать Украину. Вот это страшно. То есть они из них делают янычат их современных. Люди из Бурятии, это 7 тысяч километров от Украины, едут убивать украинцев, которым ничего не сделали. И это преподносит как защита Родины. И вот эти все бурятские пропагандисты, которые там вот сидят на месте, они отрабатывают эти кремлевские нарративы, они орут, вот мы какие смелые, отважные воины, мы молодцы. Вот что, вот цинизм России. И люди почему-то вот в этих республиках боятся, вот мы как бы разделимся, что мы будем делать. Представляете, вот, допустим, ушла Бурятия, ушла Тыва, ушла Саха-Якутия, ушел Татарстан. И Россия осталась вот в этом своем подмосковных болотах. Там Чебурашка пела, с крокодилом везут. В Подмосковье водятся грибы, лучше места даже не найти. Поэтому они будут держаться за вашей республики до последнего. Вы их кормите, ваш народ. А эти жиреют. А по большому счету у них нет ничего. И они могли бы развивать, вот допустим, как тот же Люксембург, город-государство, пожалуйста. Уже меньше некуда. Но у них уровень жизни самый высокий в Европе, пожалуйста. Москва бы развивала бы там, допустим, какие-то научные дети. Начались государство-университет, у меня Ломановосовы. Пусть он сейчас почах, но его же можно восстановить. Баумановское училище. Вот развивайте, торгуйте с той же Бурятией, торгуйте с Сахой, Якутией, торгуйте с Татарстаном. И все будет нормально. Нет. Одни терцов, им лучше вас грабить. Вот это их цель. Всех этих хороших русских и всех остальных. Наша цель – это довести до сведения как можно большего количества людей картину будущего, позитивного будущего наших территорий, о которой мы продвигаем. Я очень благодарна вам за то, что вы согласились снова прийти к нам на эфир. Я думаю, что этот разговор был интересен не только для нас, он будет интересен и для наших зрителей, потому что, как показала наша прошлая встреча, там были мнения абсолютно противоположные, но тем не менее интерес у людей эти разговоры, наши разговоры вызывают. Потому что, как вы справедливо сказали, нам не нужно все время друг с другом соглашаться, потому что зачем тогда разговаривать? Самое главное – это не бояться затрагивать какие-то чувствительные темы, потому что только так мы можем установить истину. Спасибо большое. И еще я хотел бы добавить, что, во-первых, ну да, соглашаться, там не соглашаться, и надо учить историю, свою историю и вообще историю, даже вот это Советского Союза России, вот она учит. И вот я очень рекомендовал бы зрителям посмотреть, вот на вашем канале было интервью с женщиной, не историк, вот буквально недавно, я боюсь… Мария Чагаряева, да? Да-да-да. Да-да-да. Вот она очень умно сказала как раз вот про вот этот вот, про самостоятельность и все остальное. Вот я рекомендовал бы людям посмотреть, это действительно интересно было интервью, и очень правильно женщина говорила. Вот, если вы не уйдете из-под Москвы, мы просто тогда будем бурят, наверное, смотреть в музеях, к этому идет. Часть они поубивают физически на войне, часть они ассимилируют, потом устроят опять какую-то войну и добьют остатки. Хорошо, все, тогда тоже я буду прощаться, спасибо за эфир, рад был с вами встретиться, надеюсь, не последняя встреча. Да, конечно же. До побачення. До встречи в эфире. Слава Украине. Героям слава. Редактор субтитров А.Семкин